Это программа «День с толком» в студии Артём Гусельников. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Всем спасибо, все свободны! Пять лет работы, итоги, планы и предстоящие выборы. В Барнауле прошла последняя сессия КЗС седьмого созыва. После дождичка в четверг. В городе вышла из строя единственная техника, которая чистила ливневки. Как будут решать проблему? Четвероногие доноры. Как в Барнауле устроена система донорства кошек и собак? Заключительная сессия седьмого созыва депутатов АКЗС, пожалуй, главная тема этого дня. Сегодня парламентарии подвели итоги работы за пять лет и обозначили проблемы, которые предстоит решать уже новоизбранным депутатам. Например, многодетным семьям края уже с января следующего года обещают выплатить компенсацию за земельный участок, положенный им по закону. А предпринимателям с незарегистрированными аттракционами выписать штраф до 100 тысяч рублей. О чем еще шла речь на последней сессии АКЗС, расскажет Анара Шагирова. 56-я сессия для депутатов АКЗС седьмого созыва стала финальной. На ней рассмотрели более 30 вопросов, касающихся разных сфер. Так, например, в первом чтении приняли поправки в закон о выделении земельного участка многодетным семьям. В регионе их сейчас около 13 тысяч. Но в крае не для всех хватает участков, обеспеченных инфраструктурой. А некоторые родители, не желая стоять в очереди, заговорили о выплатах места земли. Уже в начале 22-го года такие семьи смогут получить компенсацию вместо положенного участка. Я добавлю, что мы сейчас взяли не все многодетные семьи, а тех, у кого 5 и более детей. Понимая о том, что финансирование достаточно будет серьезно, потому что пока речь идет, но это будет решаться правительством, это по 200 тысяч на каждую семью. И понятно, что мы, конечно, в бюджете должны это предусмотреть. Предполагается, что в 23-м году таким правом смогут воспользоваться семьи с четырьмя и более детьми. А после 24-го года остальные многодетные семьи. К слову, выплата будет целевой. То есть потратить средства можно будет только на приобретение участка, первоначальные взносы, погашение ипотеки, а также на подключение инженерных сетей. Дети-сироты старше 23 лет, а их в крае около 300, вместо положенных им квартир, возможно, тоже смогут получить деньги. Это еще одна инициатива от депутатов, направленная на федеральный уровень. А вот в применении закона на уровне края возникли проблемы. Сегодня поставлено на паузу исполнение нашего закона. Сегодня, к сожалению, не вынесено ни одного мирового соглашения, что является неотъемлемой частью предоставления сертификата. Пакеты документов готовы, направлены в судебные инстанции. Сегодня мы ждем, когда судебная система у нас будет выносить мировые соглашения на предоставление жилищных сертификатов. А вот предпринимателям за нарушение правил регистрации аттракционов и требований к их техническому состоянию, напротив, придется проститься с деньгами. Согласно законопроекту, который сейчас направляют на федеральный уровень, в случае неисправности аттракциона предпринимателю грозит штраф до 100 тысяч рублей. Нашумевшая история с батутом в конце мая в краевой столице породила и множество других вопросов, в том числе и кто должен контролировать работу аттракционов. Оказалось, по сути, проблема-то не урегулирована на федеральном уровне должным образом. Дело в том, что у нас даже этими вопросами занимается инспекция по тракторам, самоходным машинам, строительной техники, дорожной техники и так далее. То есть, по сути, эта тема находится, так скажем, в стороне и не является приоритетной. Решать эти вопросы, предлагать новые законопроекты, теперь предстоит депутатам нового, восьмого созыва КЗС. Работа же с седьмого созыва прекращается. По словам председателя, он был самым результативным за всю историю краевого законотворчества. За пять лет было принято 580 законов и более двух тысяч постановлений. При нашем деятельном участии был внесен, изменен механизм начисления заработной платы педагогическим работникам и работникам здравоохранения. Система стала более прозрачной и более справедливой. Это еще, конечно, не решение проблемы низкой заработной платы, но серьезный шаг в этом направлении. Романенко также поблагодарил коллег за работу и за споры, в которых рождалась истина. А вот новый состав регионального парламента жителям края, напомним, предстоит выбирать с 17 по 19 сентября. К слову, в нем не будет минимум 21 депутата с седьмого созыва. Анара Шагирова, Александр Антропов, Вин Столком. И еще одно нововведение. Алтайские депутаты все-таки запретили продажу детям энергетиков. Сегодня большинство парламентариев проголосовало за ограничение розницы несовершеннолетним. Споры об этом вели давно. Одни депутаты настаивали на вреде напитка. Так, в одной банке почти в шесть раз больше кофеина, чем организм ребенка может усвоить за сутки. Другие депутаты, производители подобных напитков, объясняли, что выпуск энергетиков строго контролируется. Сегодня парламентарии нашли компромисс и запретили продавать энергетики детям в учреждениях образования, спорта, искусства, медорганизациях, общепите, в торговых автоматах и магазинах, которые расположены в многоквартирных домах или у них во дворе. Кроме того, теперь детям не продадут зажигалки и баллончики, содержащие сжиженный углеводородный газ. Так парламентарии решили бороться с токсикоманией. А теперь к другой теме. В Барнауле сегодня погиб мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11 утра на 22-м километре трассы Барнаул-Рубцовск-Казахстан. Сотрудниками полиции было установлено, что водитель 61-го года рождения, управляя автомобилем Саньон, двигаясь со стороны города Барнаула в сторону города Рубцовска, совершил столкновение с мотоциклом Иш. Мотоциклист двигался в попутном направлении и совершал поворот налево. Кто виноват в ДТП, будет понятно после завершения проверки, которую проведут сотрудники полиции. Известно, что погибший на месте происшествия мотоциклист был 59-го года рождения. В Барнауле на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова появился первый диагональный пешеходный переход. Специалисты говорят, долго изучали в этом месте пешеходный трафик, и оказалось, что переходящих дорогу по диагонали много. Людям здесь так удобнее, поэтому и было принято решение нанести новую дорожную разметку из термопластика и установить дополнительные секции пешеходных светофоров. Пешеход, когда стоит и хочет перейти по диагонали, он видит сигнал светофора, разрешающий или запрещающий. Если этого не сделать, то, соответственно, он боком не может проецировать, да, соответственно, он может пройти на запрещающий сигнал. В Барнауле точно есть еще два места, где могли бы появиться подобные пешеходные переходы, рассказали нам в мэрии. К примеру, на пересечении социалистического и строителей, а также на Балтийской Шумакова. Сейчас анализируют пешеходный трафик на этих участках. Уже через неделю будет понятно, необходимы ли здесь диагональные переходы. В Алтайском крае начали проверку пешеходных переходов, ведущих к школам. На каждом из объектов специалисты Алтай-Автодора проверяют наличие и корректность размещенных знаков и освещения на дороге. Как должен быть правильно оборудован пешеходный переход, узнала Маргарита Гартунг. Безопасный маршрут до школы и обратно. В крае начали массовую проверку пешеходных переходов, которые расположены на региональных трассах рядом с образовательными учреждениями. Например, этот переход в поселке Зудилово уже давно требовал ремонта. Но с этого учебного года дети могут спокойно переходить дорогу. Здесь живу уже 12 лет. Когда я приехала, конечно, было бардака много. В смысле, по дороге. А сейчас, конечно, это федеральная трасса. Здесь хорошо ухаживают. Вот нанесли детям перед первым сентября. Знаете, значит, все это прекрасный переход здесь сделали. Потому что мой правнук живет со мной рядом и ходит по пешеходу. Все прекрасно. Рядом со школой обязательно должны присутствовать дорожные знаки, светофоры, искусственные неровности, разметка и ограждения. С 2015 года, после изменения стандартов оборудования этих пешеходных переходов, управление уделяет большое внимание. На сегодняшний день 203 пешеходных перехода полностью оборудованы в соответствии со стандартом. Еще 5 пешеходных переходов у нас в работе на данный момент. На замену школьных маршрутов было выделено более 100 миллионов рублей. К новому учебному году Алтай-Автодор заменил 22 пешеходных перехода рядом с региональными трассами. Добавим, что также в этом году отремонтируют 197 километров дорог, по которым проходят школьные маршруты. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов, День с толком. Единственная техника, которая чистила ливневки в Барнауле, не выдержала и сломалась после недавнего сильного ливня. Тогда всего за 40 минут дождь затопил весь город. Ливневые канализации с нагрузкой просто не справились. Наша съемочная группа попыталась выяснить, улучшится ли ситуация с ливневками в городе хоть когда-нибудь. Плывем, 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 загребаем. Красиво и как-то, знаете. Прямо там это, оттуда вода сбежала, вон там речку. Как это, Ниагарский водопад. Парнаул топило не ради съемок нового «Титаника». За 40 минут городские улицы ушли под воду не в угоду кинематографа. Ливневки элементарно не справились с таким потоком дождевой воды. Горожане отделались испугом, а владельцы кафе и ресторанов на Молотобольской заплатили рублем. Гранду полностью снесло. Мы потеряли часть, там, один зонт, часть забора. Часть, ну, практически все цветы потеряли. Суму ущерба уже примерно известна? А, знаете, я думаю, что это до 50 тысяч рублей. Уже задумываемся, если честно, как вести бизнес именно в этой точке, потому что неизвестно, что будет в следующий раз. На прошлой неделе топило молодежную, пролетарскую, партизанскую и другие городские улицы. После дождя ливневки начали экстренно чистить. Да так, что единственная техника по очистке ушла в ремонт. Если вдруг, не дабы, подобный ливень произойдет, то как будете выходить из ситуации? Ну, у нас есть еще другая промывочная техника, мы ей пользуемся. Единственное, что канал промывочный в ремонте, мы не проходим каналы, но каналы у нас уже все после весны очищены. В Арнауле ливневыми канализациями оборудованы лишь 138 километров дорог. Этого мало власти признают. Чтобы минимизировать последствия сильнейших потопов, нужно в два раза больше, хотя бы 300 километров. Вот только ливневки удовольствие не из дешевых. Отремонтировать весь Змейногорский тракт стоит порядка 300 миллионов рублей. Ну, там немножечко, чуть больше эта цифра. Если же строить ливневую канализацию на Змейногорском тракте, то по всем современным требованиям, то есть выпуск должен осуществляться либо в более крупную переходящую магистраль, либо очистные сооружения. На Змейногорском тракте там подключаться некуда, куда идет общий водосбор, нужно ставить очистные. Так вот, вернемся к первоначальной точке, откуда мы начали. Ремонт 300 миллионов. Мы грубо прикидывали стоимость строительства ливневой канализации очистных сооружений на этом протяжении. У нас появляется цифра неподъемная. Это порядка трех миллиардов. Городской бюджет, как правило, не больше 10 миллиардов. На следующей неделе в администрации города пройдет очередное совещание, где вопрос своевременной очистки и строительства новых ливневых канализаций поставят ребром. Валентина Скирова, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. В краевой столице назвали имена лучших производителей мороженого, сметаны и простокваши. Жюри конкурса «Молочные продукты Сибири» подвели итоги. Напомним, около 30 молокоперерабатывающих предприятий со всей страны отправили на пробу свою продукцию в Барнаул. Их география – Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская область, Алтайский край, Республика Алтай и Санкт-Петербург. В итоге победители определили в 27 номинациях. Среди наших побед, например, есть золотая медаль за лучшую сметану от Славгородского молочного кабинета, гран-при за масло от брюки и самое вкусное мороженое от компании «Холод». Сегодня во всем мире набирает популярность тенденция безотходного производства. Это, например, бутылка из-под лимонада не выкидывается, а сдается на переработку и используется вновь. Для этого во дворах устанавливают специальные баки для вторсырья. Что сделать, чтобы контейнер появился и у вас? Ответ в следующем сюжете. Пора мусор разделять. Почему мы живем как варвары? Когда есть желание, остается вопрос, есть ли возможности. У жителей во дворе стоят только общие баки для мусора. Мы решили выяснить, что нужно сделать, чтобы рядом оказался и контейнер для вторсырья. Сегодня такие баки устанавливают коммерческие организации. Они собирают вторсырье, сортируют его и превращают в материал, который вновь идет в производство. В основном это все идет на переработку нашим местным производителям. ПЭД перерабатывается компанией «Анемона» в щетину. Они делают щетину для венков. Макулатура уходит на наш завод «Алтай-Кровля» для дальнейшего производства коробок. ПЭД – это канистры, это производство труб полиэтиленовых. В месяц организация Алексея собирает 200-300 тонн вторсырья. Также происходит и его закупка из других регионов. Директор компании уверяет, необходимость в этом исчезнет, если поставить в Барнауле больше баков. Для этого необходимо позвонить по номеру телефона, который вы видите на экране. Условие лишь одно. Принципиальным условием, которое мы обговариваем сразу с заказчиками, что в наш контейнер не должно попадать органические отходы. То есть сюда должно попадать именно отсортированное, хорошего качества, так скажем, от потребителя в вторичное сырье. Мыть бутылки и снимать наклейки не нужно. Также не придется и платить денег. Вот так вот лучше будет, да. А во дворе наших героев теперь есть бак, в который они будут скидывать бутылки, стекло, металл и бумагу. Ничего из этого не будет гнить десятки лет на полигоне. Все используют. Повторно. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин и Андрей Печоркин. День с толком. Алтайский театр драмы устроил выставку сценографии накануне своего столетнего юбилея. Сегодня актеров можно было увидеть в образе героев из разных постановок. Выставка состоит из 20 стендов, каждый из которых представляют артисты. На стендах представлены эскизы декораций костюмов, а также фотографии действующих спектаклей. До публичной демонстрации эскизы хранились в архиве. Теперь же зрители могут заглянуть за кулисы и увидеть спектакли, как художественный замысел, который реализуется театральными цехами в сценографии. Горожанам, я думаю, будет интересно посмотреть здесь не только фотографии спектаклей, но и фотографии, так сказать, рабочего процесса, то есть эскизы костюмов, декорации, то есть когда спектакль только зарождается. Почитать описание, понять, что будет в спектакле, интересно это им или нет. И также увидеть артистов, которые перевоплощены в персонажей из всех спектаклей. Выставка будет работать до конца ноября, а сотый юбилейный сезон откроется в Театре драмы уже 3 сентября, премьерой спектакля «Непрощенная» по роману Альберта Лиханова. В Барнаульском приюте Ласка появились еще два почетных донора – четвероногих. Питомцы помогают спасать жизни своих собратьев, когда кровь нужна здесь и сейчас. О необычном донорстве расскажет Анастасия Болотина. Не все герои носят плащи, а некоторые из них – пушистый мех. Жамал и царь – так зовут котов, которые совсем недавно стали почетными донорами для 13-летнего котика с запущенной раной. По словам ветеринаров, потребность в экстренном переливании крови возникает довольно часто. Поступают пациенты с тяжелой анемией, которая произошла по той или иной причине, которым требуется переливание крови. Это и травмы какие-то, это инфекционные некоторые заболевания крови, паразитарные заболевания. В такие моменты дорога каждая минута. И когда дело касается жизни, порода не играет роли. Врачи уверяют, брать кровь у животных не вредно, а сама процедура даже считается полезной. Ведь кровь у доноров обновляется быстрее. Но единственная рекомендация – не чаще одного раза в полтора-два месяца. Клиники обращаются, потому что знают, что у нас есть здоровые животные, которые у нас уже длительный период находятся. У нас есть собаки, которые уже несколько лет кровь сдают довольно регулярно, то есть в год два-три раза. И в принципе никаких отклонений от их здорового состояния, существования мы не наблюдаем. То есть все у них хорошо. Донором может стать абсолютно любой питомец. Требования простые. Хорошее здоровье, наличие прививок и определенный вес и возраст. Салют. Сильно, щедоумеренно, потому что эта собака является колесом упряжки. А это салют. И он уже тоже почетный донор. В форме, как видите, бодрый, веселый. А сколько собак он спас, я затрудняюсь ответить. Это что-то много уже. Почему салютик? Потому что он дружелюбный, он сильный, он крепкий, он здоровый, он привитый, прогрестогоненный. Регулярно все это с ним делается. Почему? Потому что, опять же, ездит на соревнования, ездит на выставки. Там все это проверяется. Он всегда готов к труду и обороне. Ситуации, когда экстренно может потребоваться переливание крови, случаются довольно часто. И эти маленькие герои всегда готовы прийти на помощь. А на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Далее узнаем, какой будет погода на выходных. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. До встречи в эфире.